Друзья, я рада приветствовать вас на моем курсе. И сегодня у нас урок первый, который называется «Я выбираю себя». Сегодня мы поговорим о том, как быть настоящей женщиной, как достигать цели в легкости, как выстроить баланс ролей жена, сотрудник, руководитель, мать, женщина. В результате данного урока вы начнете выбирать себя, а другие выбирать вас. У вас будет огромное количество энергии, драйва, удовольствия по жизни. Вы как будто попали в поток жизни, и все будет складываться самым наилучшим и удачным для вас образом. Итак, погнали. Во мне 100 лиц и 1000 ролей. В каждой из нас есть много разных ролей. Есть «Я» по отношению к себе, к мужчине, по отношению к своему роду. Это могут быть дети, родители. Есть «Я» по отношению к своему делу и «Я» по отношению к окружающим. И крайне важно выстраивать эти роли в правильном приоритете. Из пяти систем «Я» – это самая главная система. Подмена систем разрушает полностью весь остальной механизм. И тогда происходит следующее. Женщина растворяется в мужчине и приведутся зависимые отношения. Либо женщина говорит «Я» в первую очередь мать, а уже потом все остальное. И в этом случае есть огромные риски словить выкорание, срываться на детях, а потом испытывать бесконечное чувство вины и так по замкнутому кругу. «Я» – залогник своего дела либо работы. «Я» – спасатель для окружающих. То есть ваше «Я» теряется за всем этим. Есть такое интересное упражнение. Оно называется «Торт». Допустим, есть вы муж и дети. Кому вы отдадите первый кусок, кому второй и так далее. По-хорошему, первый кусок вы даете себе, второй – мужу, дальше – детям по старшинству. Суть заключается в том, чтобы дать сначала себе, напитать сначала себя внутренними ресурсами, потому что иначе детям нечего будет дать. Как к этому прийти? Ну, конечно, в первую очередь развивать в себе уверенность. Что такое уверенность в себе? Это вера в себя. Когда вы доверяете себе, когда вы сами решаете, как вам и с кем жить, когда вы принимаете и понимаете себя. Уверенный в себе человек всегда имеет успешную жизнь. Женская уверенность – это понимание своей привлекательности и ценности вне действий и вне результата. Я цена сама для себя, вне моего заработка, вне наличия мужчины и детей рядом. Я целостна и без этого. Если у вас уже есть крутая реализация, отличный заработок, прекрасный и любящий мужчина – это здорово. Но при этом вы должны понимать и, самое главное, чувствовать, что ваш мир не рухнет, если вдруг что-то из этого придется убрать. Самое главное, что у вас есть вы, ваш опыт, ваши знания, и вы со всем справитесь. Женщина, не уверенная в себе – это женщина в постоянном стрессе, которая закрывается и, как следствие, не реализуется. Она упускает предоставляемые ей возможности для роста и развития. Получается, что она их либо не видит, либо она просто не доверяет, что ей можно и что она этого достойна. И как побочное действие, у нее нет яркости жизни, красоты. Она часто прикрывается детьми и бытом. Когда женщина не умеет любить себя, не чувствует себя уверенной, красивой, сексуальной, в отношениях с мужчиной вместо нее появляется внутренний ребенок. Для внутреннего ребенка мужчина – либо отец, либо угроза. И при таких составляющих построить качественные, прочные отношения, полные любви, доверия и безопасности, где вы с партнером на равных позициях практически невозможно. Итак, какие есть задачи для работы над системой? Первое. Научиться жить свою счастливую жизнь. Не затыкать одиночеством мужчиной, ребенком, родителями, работой. Сейчас хочу привести такой пример. Вспомните героиню из служебного романа. Там был такой очень интересный отрывок, где она изливает душу и говорит, что сидит на работе допоздна. Не потому, что у нее так много дел, работы, а просто потому, что невыносимо, тоскливо находиться дома в одиночестве. Наполните свою жизнь тем, что вам будет нравиться. Только счастливый человек притягивает в свою жизнь такого же счастливого и множит это счастье. Знаете, когда говорят 1 плюс 1 равно 11. Дальше. Ваше тело – это отражение души. Только здорового духа, здоровое тело и никак не наоборот. Как мы относимся к себе равно, так мы относимся и к своему телу. Приведите в порядок свое тело, чтобы кайфовать, глядя на себя в зеркало. Информации, как это сделать, тонно. Я уверена, что вы найдете то, что будет подходить именно вам. Дерзайте. Оно того стоит. И да, это возможно абсолютно в любом возрасте. Третье. Найдите то дело, которое приносит удовольствие и деньги. Даже если вас полностью обеспечивает ваш муж. Я против того, чтобы женщина замыкалась только на семье, детях и бытовых заботах. Я руками, ногами за то, чтобы каждый человек нашел свое истинное предназначение. Почему? Что такое предназначение? Предками назначен. Это ваша прямая задача, возложенная на вас, вашим родом. И когда потомок идет по пути своего предназначения, род становится успешнее, богаче и развивается. Это вообще основное, для чего мы пришли в этот мир. И эту задачу нужно непременно выполнить. И это даже не всегда про деньги. Кому-то стоит приносить в рот и духовные ресурсы. Для меня в этом плане очень яркий пример. Это доктор Лиза. Российский правозащитник, общественный деятель и филантроп. Основатель фонда «Справедливая помощь». Это человек, для которого не существовало чужой беды. Это женщина с поистине большим сердцем. Она для многих еще при жизни стала святой. Елизавета Глинка бескорыстно помогала всем, кто оказывался в бедственном положении. Это были люди без крыш над головой, либо тяжело больные, либо умирающие. Правда в том, что пока вы не будете в предназначении, вы не сможете взять силу рода и ресурсы своего рода. Вы будете жить в постоянном напряжении, чувствовать внутреннее неудовлетворение и, скажем так, плыть против течения. Поэтому так важно его найти и ему следовать. Дальше, четвертое. Развитие. Тот, кто постоянно идет в развитии, способен на изменения. Мир очень быстро меняется и важно своевременно адаптироваться. Мне здесь нравится такая фраза «Быстрый съедает умного». Это о важности того, как скоро мы принимаем решения. Я приведу такой насущный для себя пример. Я являюсь селлером на Валберис и одним из самых распространенных методов продвижения долгое время были самовыкупы. Но политика Валберис это не приветствовала и на всяких тренингах об этом говорили чуть ли не полушепотом. Ну так вот, пока одни думали, анализировали, где-то там по штучке выкупали, другие все делали с умом, вставали на первой странице и по итогу круто зарабатывали. Потом Валберис выкатил оферту с серьезными штрафами за самовыкупы и все, лавочка официально прикрылась. Ну либо некоторые селлеры тут уже действуют на свой страх и риск, понимая, ну либо не понимая до конца ответственность подобных решений. То есть здесь очень важно анализировать и действовать. Дальше. Пятое. Главная задача женщины – это быть счастливой, красивой, знать свои желания, понимать свои границы и эмоционально проявляться, позволяя себе при этом разные эмоции. Знать и понимать свои желания. Гусеница становится бабочкой, но она не умирает. Изменения не убивают. Они создают новую интересную форму. Итак, задачи ясны. Как же их теперь реализовать? Хочу сейчас с вами обсудить принципы постановки целей. Итак, первое. Важно определить свои истинные желания. У меня есть искреннее желание это сделать. Цель меня зажигает. У меня при мысли от реализации этой задумки, внутри поднимается, бушует энергия. Я чувствую запроса самого сердца на реализацию этой идеи. Если же вы этого не чувствуете, если цель вас не зажигает, то она не ваша. Вы сможете при остальных равных условиях ее достичь, но при этом вы вряд ли почувствуете искреннюю радость, удовлетворение от реализации. А раз так, зачем тратить время и энергию, когда можно реализовать поистине свои цели, мечты и желания? Второе. Энтузиазм и азарт. Я думаю не о том, как не будет тяжело достичь своей цели. Какие титанические усилия придется приложить к ее исполнению. Внимание. Создаем поле «я могу». Такой важный принцип по жизни, которого я рекомендую придерживаться. Мое «хочу» равно «могу». Есть женщины, я их называю чемпионы понят, у которых вечные отговорки. Это не для меня. Слишком большая конкуренция. У меня нет богатого мужа, родителей и так далее. Там кто-то говорит не то время. Ну, в общем, вы поняли. То есть им гораздо проще придумать массу каких-то отговорок, почему то или иное не сбудется, чем направить свои силы на реализацию задуманного. Дальше. Третье. Создайте для себя поддерживающую среду. Объясню сейчас на примере подробнее, что это такое. Есть очень крутое коучинговое упражнение. Оно так и называется «поддерживающая среда». Очень важно обеспечить себе на постоянной основе мотивацию к цели. Что мы делаем? Рисуем прямо на ватмане, ну, либо хотя бы на формате А4 цветок. В середину, в сердцевину цветка мы пишем свою цель, а дальше вы окружаете цветок различными лепестками, и в каждый лепесток вы пишете какой-то поддерживающий фактор. Ну, что это может быть? Сейчас расскажу. Как вариант мотивирующий истории. Когда у вас опускаются руки, читайте автобиографию известных людей. Это могут быть истории людей, которые прошли через невероятные сложности для достижения своей цели. Либо они прошли через какие-то схожие обстоятельства, как у вас, либо вы просто восхищаетесь тем, как человек проживает свою жизнь. Я достаточно много привожу подобных мотивирующих примеров в своем курсе «Лучший проект моей жизни. Это я. Первая ступень». Это во многом те примеры, которые вдохновляют лично меня. И, кстати, прямо сейчас я вспомнила еще один такой новоиспеченный пример. Во время одного интервью герой нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузель Меникаев сказал, что посетил около 400 кастингов. В итоге его отобрали где-то там 4 проекта, один из которых, собственно, «Слово пацана», принес ему небывалый успех и деньги. Посмотрим, как сложится его дальнейшая карьера. Я искренне желаю творческих успехов молодому человеку. Но в любом случае уже можно держать этот пример в голове, как мотивацию не опускать руки и не сдаваться. Что еще может помочь? Сожженные мосты. Берите на заметку. Мост становится сожженным тогда, когда вы ради достижения своей цели заранее заявляете о ее выполнении своему окружению и желательно обозначить сроки и принимаете на себя обязательства, возникающие при этом. А какими же могут быть сожженные мосты, экологичные для вас, которые пробудили бы вашу активность и сыграли роль, скажем так, усилителя вашего движения? Ну, как пример, вы ведете блог и заявляете всем о том, что вы намерены похудеть на 10 килограмм, допустим, за 3 месяца. Возможно, ваш пример станет заразительным в таком хорошем, безусловно, плане и для других людей. Возможно, что с вами будут советоваться, может быть, делиться какими-то рецептами правильной и полезной еды, спрашивать у вас совета. И это вам даст дополнительную поддержку, мотивацию и где-то даже ответственность перед вот этими людьми. Также очень хорошо поможет команда. Это как один из способов поддержки, ну, например, членство в какой-то команде, когда реализация цели достигается ради других людей, и твой результат является важным вкладом в общекомандный зачет. Кто может стать твоей командой на пути достижения цели? Может быть, какую команду вы и сами готовы создать для поддержки этих начинаний? Либо это может быть какое-то сообщество единомышленников. Например, вы придерживаетесь одной программы питания, скидываете друг другу отчеты, делитесь упражнениями для поддержания физической формы и так далее. Это увеличивает во много раз вероятность положительного для вас результата. Дальше. Новые привычки. Не торопитесь, прививайте одну полезную привычку в три месяца. Это важно для того, чтобы уменьшить сопротивление. Старайтесь заменять, а не отказываться. Например, выбирайте цикорий вместо кофе, сухофрукты вместо сладостей. Суть вы поняли. Введите записи, таблицы или какие-то дневники для развития способности к самонаблюдению и к самоанализу. Обязательно хвалите себя вслух перед зеркалом и отмечайте свои успехи. Если вы сбились, не ругайте себя. Просто вернитесь на верный путь и продолжайте движение. Чтобы не было вот этой истории «сгорел сарай, горе и хата». Нет. Еще один вариант вашего поддерживающего лепестка – это якорь для правильного состояния. В каком состоянии вам важно находиться для того, чтобы достигать цели? Как бы вы могли выработать у себя способность входить в это состояние? Это могут быть какие-то определенные жесты или там, например, поза супергероя, фитнес-браслеты, фото на заставку в телефон и какие-то другие якори, которые могут включать у вас нужное состояние. Дальше. Напоминание. Что и где в пространстве вашего дома, кабинета, может быть, комнаты ваши, вы могли бы разместить так, чтобы вам помогало реализовать вашу цель. То есть это могут быть какие-то сделанные записи в блокнот, либо в дневник, рисунки, какие-то рисунки, созданные в процессе визуализации. Может быть, коллажи на тему, связанную с вашей целью. Например, я через год, я в профессии через три года, моя семья, мое тело, я путешествую и так далее. Здесь можно даже пользоваться фотошопом, там, например, я путешествую. Это поможет вам в визуализации вашей цели. И, конечно же, люди. Те люди, которые готовы поддержать вас на вашем пути. Сконцентрируйтесь на общении с ними. Это могут быть друзья, родственники, психолог, куч. Поддерживающую среду можно создавать для любой цели. Она будет служить для вас дополнительным ресурсом, на который всегда можно будет опереться. Особенно, когда будут опускаться руки. Итак, казалось бы, мы с вами все обсудили, предусмотрели, распланировали, но страшно. Не хочется выходить из зоны комфорта, где наша попия так уютно и тепло. И что же тогда делать? Как идти в свой страх? Я поделюсь с вами следующей рекомендацией. Крайне важно пройти свой страх путем нескольких повторений. Зафиксировать этот опыт для себя как безопасный. Давайте рассмотрим на конкретном примере все, как я люблю. С примерами для лучшего понимания и усвоения информации. Допустим, вы хотите получить должность своей мечты. В первую очередь вам нужно узнать, какими компетенциями должен обладать сотрудник, соответствующий такой должности. Дальше вы анализируете, а насколько вы соответствуете вообще этим компетенциям. Если вы понимаете, что вы где-то не дотягиваете, то вам обязательно нужно выработать определенные скиллы, либо, может быть, пройти соответствующее обучение. А дальше вы подбираете те вакансии, которые вам интересны. Записываетесь на все подряд собеседования, даже если не хотите работать конкретно в этой компании. И начинайте ходить на них, прям как на работу. Когда у вас одно собеседование в месяц, важность этого события зашкаливает. У вас начинают трястись руки, дрожать голос, вы несете какую-то колесицу, и шансов получить желаемую должность становится все меньше. Когда же вы проходите много собеседований, то ваш мозг фиксирует этот опыт как безопасный, и вы начинаете чувствовать себя гораздо более уверенно. Поверьте, вы начинаете невербально транслировать совершенно другое состояние, и люди это всегда считывают. Они могут даже не понимать, почему, но они это считают, они это почувствуют. Помимо этого, вы анализируете свой опыт прохождения собеседований, анализируете, где у вас получилось хорошо, где вам нужно что-то допилить, доработать. Возможно, взять консультацию у профориентолога, и рано или поздно ваши действия обязательно приведут вас к вашей цели. Этот алгоритм действует абсолютно под любой запрос. Например, у вас есть страх вождения. Соответственно, вы берете инструктора и едете с ним по тем местам, где вы чаще всего бываете. Ну, допустим, это может быть работа, спортзал, детские кружки и так далее. Когда вы чувствуете себя уже, скажем, более уверенно, вы отказываетесь от инструктора и начинаете проходить тот же опыт, но уже самостоятельно. При этом вы можете ездить для собственного успокоения сначала по вечерам или даже по ночам, когда машин меньше. И с каждым повторением страх будет уменьшаться. И вот таким образом, постепенно, шаг за шагом исчезнет совсем. Мне хочется подытожить и сказать, что пожелать вам, чтобы вы никогда ни за какие коврижки себя не предавали. Обязательно живите сердцем в каждом своем дне, в каждом своем действии. Старайтесь выбирать себя и свой комфорт. Думайте, а как я могу это сделать легче, приятнее и с удовольствием? Или, может быть, я что-то могу делегировать? В нашем менталитете почему-то укоренилась такая привычка заслуживать любовь. Например, женщина после работы приготовила там ужин из трех блюд, намыла полы, хотя сама уже валится с ног от усталости и ее энергия на нуле. Либо она делает то, что не хочет, но при этом сама она как оголенный провод. И фонит от нее так, что кажется, вот если я зажжу спичку, то все вокруг будет полыхать. Помните, сначала забота о себе, потом о других. Маску сначала себе, потом другим. Как говорится, счастливая мама, счастливая семья. До новых встреч!